Всем привет! Вы на канале Дэна Лайф, меня зовут Вадим и сегодня будет эксперимент. Я не буду заезжать в Варшаву, то есть во все коды, которые начинаются с 001, 002, 00... Но это не точно. Почему? Потому что я сейчас на плюсе, я его уже, в общем, покрасил, все сделал, и у меня сейчас Мерседес на покраске. У меня на этот плюс, пока его вернули, все дела на ремонт. В общем, у меня есть все выпусы. Все выпусы на все пригороды, абсолютно на всю херню. Первым делом сейчас попробовать, что будет по заработкам. Вы узнаете, какие будут тарифы по пригородам, какие там будут цены, ну и как оно, в принципе, работает со всеми выпусами. При этом я буду ездить не в Варшаве. То есть, если я буду получать даже какой-то хороший заказ, и он будет в Варшаву, я его не буду брать строго в пригороды. Мне кажется, у меня жопа будет подграть нормально. Получится или нет? А вы можете ради интереса сказать, как вы считаете, лучше будет так работать или хуже, и что будет по кассе. Короче, супер до слез. Заправился на 99 злот, на 100, на 100, и на 200 злот. Таки этого хватит, ну, типа, сколько нас захватят на 500 с чем-то километров. Неда. Вот это заправка, вот это понимает. 300 злот за полный бак на 1000 километров. Добрый день. Добрый день. Бартак, так? Так, есть. В общем, и дальше еду уже Лукаш, 2,9, 2,7 километра поездка, и там что-то будет на 14 километров. Сейчас хочется посмотреть вот эту вот поездочку. Ради интереса, сколько же Uber себе оставил? Последняя поездка, вот, 46,68 за 40 минут, а Uber показывал 39. Блин, он четко показал. Сколько же он взял денег с пасса, интересно? 62. Стоимость поездки 62,95. То есть, получается, он реально по-разному сильно считает, и когда ты вот такие дальние, и когда заказ из пригорода в пригород, то, скорее всего, комиссию он берет, ну, фиксированное, я имею в виду, хотя бы не 40%. Я не говорю, что это прям, типа, меньше 30, не, это как раз и получается примерно около 30. Просто плюс в том, что он не берет хотя бы 45. Так, последняя поездка была на 35 злотых, но есть одно но. Он в итоге поменял точку, она была за город, и что-то он в процессе сказал, что не, мне нужно поехать в другое место. И мы заехали в город. Сори, но против такого, как бы, я ничего не могу сделать, поэтому что я сейчас буду делать? Я буду сейчас ловить заказ за город, куда-то уехать, и уже оттуда буду двигаться дальше. Это уже третий или четвертый скутер за последний, не знаю, месяц-полтора, как я вижу на французских номерах. Вот у меня вопрос. Я сомневаюсь, что он сюда доехал откуда-то с Францией. Они это делают ради страховки или ради чего? Или чтобы штрафы не получать? Почему тут, ну, приличное количество этих скутеров начало больше и больше появляться? Думаю, это не просто так. Кто шарит, напишите. Сейчас поездочка считается. Это, блядь, тяжелая поездка. Она всю дорогу нон-стоп просто разговаривала. Вообще обо всем. Как такие люди могут? Ну, зато поездка вышла на 39 злотых. Это уже мне досталось. Я поймал уже заказ в процессе езды. Еду все-таки за город. Сейчас буду вывозить и уже оттуда. Буду пытаться крутиться дальше. Так, погнали. Тут где-то, да? Да, да. Здесь будет лично. Все, всего доброго. Благодарю. Спасибо. Итак, я заехал за город. Очень сильно за город. Как вы видите по пейзажу впереди. И специально не брал заказы для того, чтобы видеть, куда ехать. То есть, если я сейчас буду перебирать заказами правильно, то есть, выбирать, куда я не заеду в первый раз днем. Я думал, короче, тут чисто домики и все. И нету вот такого жилого Масилова с многоэтажками. Так, включаю болт. Еще одна херня. Болт, ты, если смотришь меня, знаешь, что если включен беззвучный на айфоне, ну и окно закрыто, то ты, короче, не видишь уведомлений. Поэтому, как бы, минусик. Так, вот заказ прилетает в центр Варшавы. Ну, к Варшаве ближе. Не беру. Хотя так бы взял, наверное, как обычно. Это наоборот кайф, когда ты ездишь вот таким образом. Из Варшавы в Варшаву. Из Варшавы в Варшаву. Сейчас попытаюсь половить чисто вот, чисто дальнячки. Охренеть. Вот я заехал куда-то прям, прям далеко и сейчас покажу. Вон окошко тоже с флагом. И типа мы с вами. Не мелочь это. И ничего себе. И спустя сколько времени, где это находится. Короче, так как был относительно далеко от Орленд, то решено было заехать на кофе. Но только есть одно, но ты еще попробуй запаркуйся, конечно. Как будто, блин, тут никто покупки не совершает. Вот там можно. Так, ну что, время погонять кофе. Ладно, каля дую и пью кофе. Вот, на 41 злотый. Но ехать в центр. 20 километров, кстати, за 41 злотый. По-хорошему, это 2 злота километра. Это не так плохо, и ты возвращаешься в город. Было бы желание, в принципе, если бы, ну... заехать в город. Я бы его взял, конечно. Но желаница нету. Точнее, желание есть. Видео о другом. Добрый. Добрый. Дамя, он так? Так. Нет, тут здесь так? Да так, тут и. Окей, тут занято. Так, высадил паса. Ага, все, заказ улетел. Это просто бредятина. Мне такие подачи огромные дает, что это... Так, шестов. Пять звездочек. И ждем следующий заказ. Ну, я думаю, это Морлан. 15 километров. Ну, хотя, кстати, да. Там выходит 5 километров ехать за 20 злотых. Прям цена отличная. Вот есть одно но. О, 3,7... Ну, типа... Можно было бы выехать, но, наверное, я поеду по Хавой и уже после этого начну как-то двигаться. Потому что... Потому что хочу есть. Тут где-то, так? Да, тут где-то. Доброе, заброшусь там. Окей, до свидания. Доброе? Доброе. Доброе. Я сейчас в Пиастове и еду туда по Паса. Тут, так? Хорошо, дай, дай. Они могли бы не... И на ходу, конечно, выходили бы. Так, все, я сюда заехал. Пока мне тут дают каратыши. Причем, в ценовой политике плюс-минус такое уже. Причем, в пружка, в пружка. Ну, подача 4 километра, это горячка. Доброе. Попыт, что не там, 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 подзвичь, только... Прошу, что так близко. А чему близко? 3,5 километра. Не-а, ну... Не-а, ну... Некоторые не сомнят, что так... А-а... С хабрида, там самопут? Так. Не-а, ну, дай. Не-а, ну, дай. А-а, какой пружья, там самопут? А-а... Седемсту? Семидесять тысяч? Так. Я-а-пи-ер-ди-а-ля-ля. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Я ездил на Prius 20, такой маленький, где миллион и пул пребежал. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Спасибо. Когда открыто приложение, видно. Полтора компенсация пробега наличная за 18,80. Подача 9,2 км. Конечно же, я поеду. Конечно же, я поеду на такой заказ. 6,7 км. 1,9 км. Ехать 17 км. Но это в Варшаву. С другой стороны, я тут могу что-то по пути поймать. Это же Варшава. Да, это около Варшавы. Ну, кстати, по поводу выпасов работа сильно поменялась. От того, что когда я их делал, когда это было актуально, там, года полтора назад, почти два года назад, тогда была ситуация одна. А сейчас ситуация совсем другая. Я надеялся, что будет лучше. Принцип работы сильно поменялся. И теперь к выбору выпасов нужно подходить очень умно. Нельзя брать все подряд. Ну, вот смотрите. Ну, это же не я выдумал. Он же ж невменяемый. То есть тело просто едет в левом ряду, вырезает всех без поворотников, без нихрена. И, ну, ну вот, ну что это? И там же ж пассажир есть. Просто я в ахере. Чувак тупо засыпает. Добрый день. Добрый день. Так, еще один заказик по болту. Едем дальше. Болт, вот попробуй пойми, куда ехать. Вот скажи, куда это? Каркова 134. Что это? Где это? Куда это? На часах час ночи я выехал примерно в 3. Вот расход, вот пробег. И это все подобью, сколько у меня получилось по расходу. Ездил я на бензине. Ездил не на газу, потому что давно не ездилось на газу. Решено было, в общем, прогнать. Честно, я немножко отчасти, наверное, расстроен. За 10 часов, я думал, будет и касса побольше, и меньше простоев. И какие-то больше дальняков будет. Еще больше, да. И они будут дальше. Но как-то возможно из-за того, что это четверг. Если вы там пошумите, поддержите, то попытаюсь в пятницу или в субботу выехать. Когда такой активный движ, когда люди в теории едут в центр, уезжают в центр. В общем, если интересно, то попытаюсь как раз-таки в выходной какой-то погонять именно за городом. Ну, и мне кажется, что, возможно, работа была бы лучше, если... Если бы у меня график жизни был, там, с четырех с пяти утра, вот тогда, я думаю, было бы еще лучше. Потому что после, не знаю, одиннадцати, то уже работа за городом прям проседает. Всем спасибо, кто смотрел. Всем до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok